Всем начнем? Да. Буна зила. Буна зила, драчка, чета цень. Буна зила, стимац-репрезентанцов масс-медиа. Тема брифингу диастез есть ситуация диндумение аудиовизуалу луи публик, ши при сиуня политика лакари есть супусы компания дистат телерадио Молдова. Дорогие друзья, сегодня отмечается Всемирный день аудиовизуального наследия. Это день, когда мы все осознаем важность аудиовизуальных материалов, которые попадают в архивы и затем становятся свидетельствами целых эпох. Нужно признать, что до сих пор именно телевидение является самым ценным источником, который описывает сегодняшнюю реальность совсем тем плохим и хорошим, что происходит в нашей с вами жизни. При этом оставляя наследие следующим поколениям, которые только так смогут понять то, как мы жили и ориентироваться лучше в своем настоящем. Именно поэтому важно, чтобы эти архивы наполнялись объективными материалами, которые бы не вводили в заблуждение тех, кто через какое-то время захочет понять суть происходящих сегодня с нами событий. Журналисты – это современные хроникеры, поэтому мы, особенно политический класс, должны сделать все возможное, чтобы вы могли свободно выполнять свою работу. Возвращаясь к нынешним реалиям, хочу обратить внимание на то, что кроме энергетического и пандемического кризиса, нашу страну, на мой взгляд, ждет еще один кризис, ответственность за который власти не смогут свалить на общие мировые тенденции, котировки на биржах, чей-то политический шантаж и так далее. Этот кризис правящая партия создает своими руками, и касаться он будет одного из важнейших атрибутов демократического общества, в котором мы все так хотим жить. Речь идет о кризисе, который нас ждет в области масс-медиа. Правящая партия на прошлой неделе, в спешке, всего через шесть дней после регистрации, утвердила в первом чтении законопроекта о поправках в Кодекс аудиовизуальных медиауслуг. Речь идет о двух главных изменениях. Первое. Возвращение под парламентский контроль, то есть фактический контроль парламентского большинства общественной компании телерадио «Молдова». Второе. Возможность отправить в отставку всех членов Совета по телерадиовещанию, если их годовой отчет о деятельности не приняло то же самое парламентское большинство. При этом о критериях, по которым будет оцениваться работа обеих структур, в законопроекте ничего не говорится. Да и зачем, если власть и так уже сконцентрирована в руках одной единственной партии? О мнении международных партнеров уже даже не спрашивается. И так поступает та самая партия, правящая партия, которая, будучи в оппозиции еще совсем недавно, обещала соблюдать европейские ценности о прозрачности, законности, деполитизации, борьбе с коррупцией. На деле происходит прямое политическое подчинение всех важных сфер жизни, в данном случае масс-медиа. Общественное телевидение под прямой парламентский контроль через создание Совета по наблюдению и развитию общественной кампании телерадио «Молдова», который будет утверждаться решением парламента, опять же, правящей партии. Остальную прессу будет контролировать обновленный Совет по телерадиовещанию, потому что прежний полный состав, скорее всего, будет отправлен в отставку сразу же после принятия законопроекта во втором чтении. Все это произойдет именно так. Увидите. Аргументы. Не понравился отчет, так как написано в законе. Без критериев, объяснений, аргументаций, разве что политические речи с трибуны парламента о желании навести так называемый порядок. Истинное желание нынешней власти провести во все структуры своих, удобных, не мешающих сохранять власть и не задающих вопросов людей. Вчера, только после того, как поправки были приняты в первом чтении, парламентская комиссия по культуре провела консультации по этой инициативе. Властям вдруг стало интересно, что же думает гражданское общество и журналисты об их планах на молдавские масс-медиа. Я следил за вчерашними слушаниями. Эксперты в один голос заявили, в законе нет прописанных критериев оценки деятельности обеих структур. Есть риск политического подчинения. Нарушаются положения соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Инициатива не соответствует элементарным нормам законотворчества. Представители правящей партии упорно уверяют, что просто хотят навести порядок. Каким будет этот порядок? Как будет развиваться дальше масс-медиа? Что будет самое главное со свободой слова в нашей стране? Можно ли будет критиковать правящую партию после окончательного утверждения этого законопроекта? К сожалению, сегодня мы не знаем ответы на эти вопросы. Но хотели, чтобы власть говорила открыто о своих планах, а не прикрывалась терминами политическая ответственность для наведения порядка. Мы, команда партии ШОР, выражаем обеспокоенность планами правящей партии по захвату молдавского аудиовизуала. Требуем отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении до получения экспертизы международных экспертов, в частности Совета Европы, а также принять во внимание все мнения, высказанные экспертами в области масс-медиа. Иначе Молдове не избежать еще одного кризиса. Спасибо.